Дорога Домой Дорога Домой Дорога Домой Дорога Домой Дорога Домой Дорога Домой Конечно, отконтролировать каждый шаг мы тоже не можем, потому что 24 часа в сутки смотреть в 4-6 глаз мы не можем. А зачастую это дети из не очень благополучных семей, либо из тех семей, где контроль со стороны родителей сильно ослаблен. Поэтому это и толкает их на совершение каких-то противоправных поступков. Плюс очень часто это еще и малообеспеченные семьи. И вот ребята, которые совершают преступления, по крайней мере на территории нашего городского округа, и наши ребята, которые совершают в большинстве, это кражи. То есть желание нажиться. Кражи из магазина, иные какие-то кражи. И слава богу, не хочется сглазить ту ситуацию, которая сейчас есть. Тяжких преступлений у нас на территории района не было несколько лет. Не хотелось бы, чтобы они произошли. То есть мы все-таки считаем, что это частично наша заслуга. Здорово. Скажите, пожалуйста, сейчас в самом разгаре летние каникулы, да, вот как вот, может быть, какой-то досуг для таких детей вы организовали? Или вот как вот они сейчас сами предоставлены себе? Ну, в период пандемии, конечно, было достаточно сложно организовывать досуг, учитывая, что были приостановлены массовые культурные мероприятия, да, куда мы могли бы вовлечь ребят. Но при этом мы проводили рейды и по местам скопления молодежи, где молодежь наша все равно собиралась. То есть вы же знаете такие точки, да? Конечно. Вот. Контролировались эти места. В большинстве сейчас мы очень надеемся, что будет у нас две профильных смены для наших подростков. Это лагерь «Тайфун». Он стабильно каждый год проводится. Надеемся, что все удастся и все будет благополучно. Также планируем вовлечь их в трудовые бригады, которые будут в августе организованы и на базе образовательных организаций, и на базе комитета спорта и молодежной политики. Соответственно, на них, конечно, мы первостепенно обратим внимание, чтобы каким-то образом хотя бы контролировать, обеспечить досуг. И плюс это возможность самостоятельно заработать и получить какие-то собственные средства, может быть, для того, чтобы приобрести себе какую-то одежду или что очень хотелось. У кого-то это техника, у всех разные потребности, разные интересы. Но ребята положительно на это реагируют. Они как бы готовы и согласны все. Сейчас мы надеемся, что точно так же стартует уже летняя программа оздоровительных лагерей. Наши дети в основном все бывают в течение летней оздоровительной кампании охвачены тем или иным видом. То есть это либо лагерь Тайфун, либо это поездка в оздоровительный лагерь. То есть здесь как раз вопросов нет. Мы в этой части работаем. Мы помогаем нашим подросткам также собрать документы. Потому что мы же с вами понимаем, что это тоже определенная для них сложность. Сложность определенная для родителей, либо которые работают, либо которые ведут асоциальный образ жизни. И в силу своего нежелания мы очень часто сталкиваемся. Ведь подростки могут быть трудоустроены с 14 лет уже. И очень часто мы сталкиваемся, когда мы летом предлагаем ребятам, которым исполнилось 14 поработать, что у них даже не оказывается паспорта. Вот даже в этих ситуациях мы помогаем побыстрее оформить, собрать документы, сделать фотографии, либо оплатить штрафы за то, что паспорт своевременно не оформлен. Ну, надеемся, что нам в этом году тоже удастся. И, по крайней мере, цифра ребят, охваченных в летнюю оздоровительную кампанию, не станет ниже предыдущего года. Вот хотелось бы поговорить более подробно о детском лагере «Тайфун». Вот когда он начнется? Что за лагерь вот этот интересный? Это очень интересный. Он не зря называется военно-спортивный. Ребята там проходят физическую подготовку. У них замечательный руководитель, Царев Игорь Валентинович, который уже много лет этим занимается. И некоторые ребята не первый год поедут в этот лагерь. Им нравится. Во-первых, это такое вот, почему с 14? Потому что там достаточно серьезные силовые нагрузки, и то есть, чтобы ребенок не подводил остальных, и соответствовал, чтобы для него это не было чрезмерно. Поэтому вот это возрастная граница. И плюс, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что как раз именно подростковый возраст, с 14 и старше, это сложно за ними усмотреть. Это нужен действительно серьезный взгляд, опытные, вожатые, ребята, может быть, с которыми в течение года работали. То есть клуб же «Тайфун» у нас работает круглогодично, и многие ребята его посещают и уже знают, кто что из себя представляет, кто какой по характеру, кто заводила, кто наоборот. Конечно, это дает преимущество, и вот, учитывая все вот эти факторы, именно грамотно организовать их досуг. Мы в летний период, конечно же, сталкиваемся с тем, что и с гибелью детей, и с травматизмом, и прекрасно понимаем, что жара, лето, ну как? Как без воды? Конечно же, ребята лезут в воду, неважно, написано, запрещено купаться там, есть эта табличка или нет, хочется искупаться. Часто это, к сожалению, как показывает опыт и наши рейды, проходит даже вне ведения родителей. То есть ребята, отпросившись покататься ненадолго, приезжают на велосипедах к водоему, где купаться запрещено. Это как раз таков возраст средний? От 12, да? От 12, да. И самое страшное, что вот последние рейды, которые проводились, выявили, что старшему ребенку, допустим, 14, по следующему 12, и двоюродному братику 6, и он тоже с ними. Но мы же понимаем, что 14-летний ребенок не может обеспечить стопроцентной гарантию безопасности младшему брату, которому там семьи даже нет. Конечно, при нашем появлении многие ребята пугались, пугались, садились на велосипед, быстро одевались, уезжали, но мы же понимаем, что они вернутся. Кто-то, наоборот, очень внимательно нас выслушал, на первые разы, когда мы выявляли детишек, мы, конечно, просто проводили с ними беседу. Целью не было напугать, целью было предотвратить то, что может произойти. Рассказывали им о том, как это бывает. Ведь в большинстве, в 90% случаев гибель ребенка на воде – это детские игры и шалости. Желание нырнуть, желание выделиться, не смогли рассчитать собственные силы, заплыть подальше. То есть вот именно вот эти факторы, не то, что что-то произошло, если бы соблюдались эти правила. Когда мы рассказываем, даже спрашиваем, ребят, вот вы знаете, что это нельзя. Они замечательно все знают, но они не хотят это применять. Поэтому, конечно, глаз взрослого должен контролировать, что делать с людьми. То есть все равно взрослые должны быть рядом. Да. Более того, мы же, как всегда говорим, дети – это наша копия. И родители были замечены, те, которые костры разводят, хотя знаем мы, что у нас ситуация пожароопасная, и жара, и делать этого нельзя. И купаются в запрещенных местах, показывая, подавая пример, не только своим, но и детям окружающим, которые просто там вот прогуливаются возле воды или ловят рыбу. Ведь дно не обследовано в водоемах, где купаться запрещено. Это может быть и течение, и воронка, это может быть и камни, и арматурина какая-то, вот каким-то образом она туда попала, и стекляшки. Во-первых, это элементарно может быть испуг. Вот раз, дно неизвестное оступился, испугался, и все. Достаточно секунды. Поэтому, конечно, это очень страшно. Ну что говорить, когда много свободного времени, вообще опасностей-то много. Открытые окна. Не надо даже падать откуда-то с огромной высоты. Как раз хотела уточнить. Можно неудачно. Акция, наверное, у нас бесконечно продлится, включая жару, прямо до самого холода, когда нам уже всем захочется окошки закрыть. Мы несколько статей написали, разместили их на официальном сайте, разместили их в соцсетях, чтобы ребятам было понятно и доступно почитать, посмотреть, а также родителям. Тот, кто вооружен, тот уже предупрежден и безопасен. Вообще, как обезопасить ребенка, наверное, давайте напомним родителям, взрослым. Ну, в первую очередь, если маленькие дети, конечно, их просто ни на секунду нельзя оставлять, это раз. Во-вторых, самым, наверное, грамотным способом, доступным для всех, это является, чтобы мы убрали всю мебель, которая может дать возможность залезть на подоконник маленькому ребенку самостоятельно, чтобы все-таки стульчики, табуреточки либо на кухне находились, а на кухне хотя бы стоял блокиратор на окнах, на открытие. У ребят нет чувства страха, и они еще не могут оценить, что вот эта москитная сетка, которая ставится, она просто не выдержит их вес, это не защита, это защита от комаров, но не от падения. Ребенок этого не может еще пока осознать. Он себя чувствует защищенным, он видит предмет, на который он физически опирается, его чувствует, а что может произойти дальше, он не догадывается. Поэтому, конечно, в первую очередь это убрать мебель, во вторую очередь это элементарные замки на окна поставить, в-третьих, проветривать комнату лучше, когда ребенка вообще нет, в-четвертых, это не ставить ребенка на подоконник и не говорить, давай посмотрим, какая птичка полетела, давай папу сработать с третьим. То есть приучать не надо. Ведь окно для ребенка это маленький мир, там все время что-то шевелится и движется. В отличие от квартиры, к которой он привык, обыденная для него обстановка, там всегда что-то интересно. И вот даже порой просто засмотревшись на что-то, ребенок рефлекторно делает какие-то движения, и назад уже ничего не вернуть. И, вы знаете, очень страшно и, наверное, даже обидно, что большинство из ситуаций, которые происходят с выпадениями закона, это благополучные, зачастую многодетные семьи. Это очень большая потеря для родителей, ну и для, скажем так, всех нас мы прекрасно понимаем, ведь самая тяжелая, скажем так, гибель, это гибель ребенка. Самая страшная. Да, и гибель это страшно, но травматизм и всю жизнь, вот остаться инвалидом на всю жизнь, это тоже не менее страшный фактор, поэтому лучше об этом заранее задуматься. То же самое касается розеток, приборов. Сейчас многие родители на работе, надавали поручения детям, ты постирай, белье повесь, кушать нам приготовь. Настолько у нас дети все в телефонах порой, что поставили вариться что-то, ушли и забыли. Если уж родитель попросил что-то сделать по дому, надо отконтролировать эту ситуацию от и до. Ты поставил, выключил, все хорошо, да, можешь пойти погулять. То есть все равно они требуют от нас максимального контроля, максимального внимания. И насколько бы не был ребенок самостоятелен и разумен, как нам кажется, не стоит забывать, что он еще ребенок. Спасибо, Ольга Викторовна. Подскажите, пожалуйста, сейчас, я знаю, вы часто проводите какие-то конкурсы, да, для детишек. Вот сейчас что-то проводится или пока затяжки? Да, у нас, опять же, учитывая период пандемии и то, что процесс в основном обучения проходил онлайн, мы дали ребятам возможность, немножечко продлили сроки проведения нашего конкурса «Моя жизнь, мои правила» до 24 сентября, пока у нас только 12 заявок поступило. В сравнении с прошлым годом у нас было очень много заявок по конкурсу, поэтому мы продлили проведение, обязательно отметим победителей. И, в принципе, в положение конкурса добавили, что ребята могут точно так же отражать там и свой взгляд вот на ту ситуацию, которая у нас была с пандемией. То есть свой взгляд, как этого избежать, как избежать заражения, какие меры можно... То есть расширили еще немножечко тему. А формат какой получается? Видео или что? Мы принимаем видео, но оно не должно быть, допустим, профессиональное, обычное точно так же с телефона. Это может быть рисунок тематически направлен на безопасность собственную, безопасность в коллективе, безопасность окружающих в абсолютно разных сферах. То есть это может быть и бытовое, это может быть и противопожарная безопасность, это может быть нет приема психотропных каких-то веществ, это может быть вообще там, ну абсолютно вот то, что ребенку хотелось бы, что ему это интересно. Чтобы он мог это осветить, про это, посвятив эту тему, еще мы могли продемонстрировать это такой же категории, то есть детей, потому что вся информация, которая детскими руками сделана, детьми воспринимается проще. И, наверное, даже в большинстве вот рисунки, видеоролики, макеты социальной наружной рекламы, они нами используются точно так же и в профилактической работе. Многие конкурсы проводятся и на областном уровне, и наши дети были вот в предыдущем конкурсе победителями, поэтому, что тоже очень приятно, то есть работы сначала прошли муниципальный этап, и потом были направлены уже на областной этап конкурса. Мы сами очень хотим, точнее, не очень хотим, а стараемся, наверное, сделать максимум, чтобы ребят заинтересовать. Ведь самое сложное – это мотивировать подростков. У них у каждого свой взгляд, и все, что мы им пытаемся навязать, для них это и выглядит, как навязать. Когда мы их вовлекаем в свою деятельность, то есть, к примеру, выйти с нами в рейд, выйти с нами на какую-то акцию совместно с сотрудниками ГИБД, либо иногда мы, когда проводим акцию, мы собираемся с представителями субъектов системы профилактики, а ребята, которые проходят мимо, которых остановили, предупредили, всегда предлагаем поучаствовать. Они охотно участвуют? Вы знаете, да, на удивление, либо они боятся, что если откажутся поучаствовать, какие-то меры будут приняты, но на самом деле нет, а зато потом уже повторно обращаются, говорят, а когда вы будете еще проводить? Мы бы вот тоже хотели с вами. Поэтому их заинтересованность, это, наверное, лучшая похвала вообще для нашей работы. Мы же понимаем, что, учитывая, что мир технологий растут, восприятие информации немножечко меняется, и если раньше это были большинство газеты, книги и телевизор, то сейчас для подростков это большинство социальной сети. Это даже не сеть интернет, а именно социальные сети, мессенджеры массовые, они сами между собой общаются, передают информацию друг к другу, что-то им приходит от родителей. И, в принципе, вы знаете, здесь есть огромный плюс, потому что, когда эта информация проходит в социальных сетях или в мессенджерах, мы огромный вообще охват можем обеспечить этой информацией, что взрослых, касаемых вот при родительских собраниях, информация, которая доводится, выкладывается в группы там класса, еще что-то, охват гораздо больше, нежели родительское собрание обычное, потому что, ну, к сожалению, многие родители в силу занятости не могут посетить родительские собрания, у кого-то другие причины объективные, что, ну, вот, не дошли. На родительских собраниях обычно не все родители присутствуют, а здесь информация тем или иным способом все равно попадает и к ребятам дозированно, и к родителям. Спасибо, Ольга Викторовна. И о завершении нашей передачи. Давайте, может быть, обратимся к родителям, взрослым, да, вот что-то, чтобы были внимательными к своим детям. Дорогие родители, хочется обратить ваше внимание, что наш ребенок – это еще и наше будущее, это и наша с вами старость, и поэтому именно сколько времени сейчас мы найдем на то, чтобы отконтролировать своего ребенка, обеспечить его безопасность, вложить в него и развить его интерес, то ровно столько потом нам вернется. Конечно, мы это делаем не ради того, чтобы вернулось, и мы своих детей в первую очередь должны очень любить. И делать все это с любовью, не навязывая чрезмерно. Вот это, наверное, основное, что хочется сказать родителям. Не всегда наши дети соответствуют нашим ожиданиям, но они остаются нашими детьми, которых надо принимать и любить такими, какие они есть. Ольга Викторовна, спасибо за беседу, жду вас в следующей программе. А я с вами прощаюсь. Спасибо. Уважаемые телезрители, до свидания. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова